Но у нас еще нет и вообще Россия не дизайнерская страна. Почти 40 государственных и столько же негосударственных вузов сегодня объявляют набор по специальности дизайнер. Тысячи студентов сейчас учатся, которые просто на лету хватают любой информации о дизайне. Тем более интересные, сконцентрированные в таких специализированных изданиях. Десятки, не соврать, десятки, сотни и тысячи дизайнеров работают во всех городах России. И им тоже крайне нужна эта информация. Во-первых, как информация о новостях в нашей профессиональной жизни. Информация о лучших достижениях нашего дизайна. Ну и наконец, как трибуна для межпрофессионального общения. А как вы полагаете, достаточно все-таки этих изданий по дизайну, архитектуре? И насколько они самобытны, насколько они нам нужны сейчас? Если говорить об отечественных изданиях, то их явно недостаточно, потому что мы переживаем определенный период, который не позволяет осуществлять новые издания современного уровня. Это очень дорого в области дизайна и архитектуры. В то же время наш рынок достаточно наполнен профессиональными изданиями в области архитектуры и дизайна, которые достаточны профессионалам. А есть ли современные отечественные русские художники, дизайнеры, архитекторы, которые уважаемые или которые строят свои проекты, осуществляют их именно на Западе? Вы знаете, к сожалению, к огромному сожалению, мы продолжаем быть и городом, и страной закрытым для коммуникации, в области коммуникации архитектурной. Ведь Париж строится сегодня не только французскими, и более не французскими архитектами. Центр Помпидо – не французский проект. Стеклянная пирамида Лувра – китаец, живущий в Америке вместе с сыном. Наши победы скромны и редки, и пока не осуществится эта коммуникация профессиональная, мы не можем говорить о полноценном участии наших архитекторов вообще в мировой жизни. Итак, в нашей сегодняшней книге новинки. «Теренс Конрад. Современный дом искусства дизайна. Популярная энциклопедия». Вот такой огромный том вышел на русском языке сравнительно недавно. Теренс Конрад – один из самых известных дизайнеров мира. Впервые эта книга была опубликована в 1974 году. Однако для русского издания она была дополнена большим количеством новой информации, и в ней опубликовано 650 цветных иллюстраций. С помощью этой книги вы не только сумеете разобраться в искусстве современного интерьера, не только улучшить свой дом, но в случае необходимости даже отремонтировать или сделать себе просто небольшой косметический ремонт. Николай Байтов. «Прошлое в умозрениях и документах». Так называется эта книга современного автора. Книга, выпущенная Зверевским центром современного искусства. Николай Байтов – одно из самых странных и оригинальных имен в современной прозе. Я думаю, что текст его читать достаточно трудно, потому что проза – это авангардная, вместе с тем у Николая Байтова большое количество поклонников, и я думаю, они с удовольствием следят за творчеством своего любимого писателя. Евгения Шварц. Книга «Избранных пьес» – это выдающегося сказочника, драматурга, сценариста. Вышла только что в издательстве «Гудел пресс» с тиражом 10 тысяч экземпляров. Эта книга приурочена к столетию Евгения Шварца. Я думаю, для всех тех, кто знает Шварца по знаменитым сказкам, а также сценариям кинофильмов, таким как «Драконы» и многие другие, эта книжка будет замечательным подарком. А теперь книга для мусорной корзины. На этот раз в ней летит сборничек «Повышение продуктивности молочного стада». Книжку эту прислал наш телезритель из деревни Зиновьева, Малая Зиновьева, Семеновского района Нижегородской области, Терещенко. Капитан Терещенко рассказывает, что эта книжка повествует о его родной деревне, в которой он живет. Но вместе с тем эта книжка неправдива, потому что деревня действительно хорошая, и молоко там действительно хорошее, однако зарплата самая маленькая. Поэтому книжка эта неточная и, в общем-то, немножко лживая. На сегодня вся наша книжная и литературная информация. Спасибо, что вы были вместе с нами. До встречи завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok